Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. Около 700 школ региона готовы 1 сентября распахнуть свои двери, за исключением одной, номер 162. Ее закрывают на капремонт, а детей распределят по близлежащим учебным заведениям. Об этом на пресс-конференции говорил министр образования региона Виктор Акопьян. Также рассказал о новшествах в системе обучения. Так он напомнил, что в 2022 году иностранный язык станет обязательным для всех выпускников элементом ЕГЭ. Так что к этому стоит начать готовиться уже сейчас. А главное новшество, которое ожидает учащихся, это сокращение числа обязательных предметов в этом учебном году для десятиклассников, в следующем для одиннадцатиклассников. Суть нового стандарта в том, что количество учебных предметов, обязательных для изучения всеми учащимися, сокращается. Если сейчас их 15, 16, 17 в разных школах, то теперь на законодательном уровне у нас десятиклассник, ну а в следующем году и одиннадцатиклассник, может изучать не более 12 обязательных предметов. Что позволит как раз таки увеличить количество часов на те предметы, которые ребенку нужны для поступления в будущем в высшее учебное заведение. То есть некий профильный подход, некий профильный подход к получению среднего общего образования. Аварийная посадка самолета закончилась гибелью пилота. Катастрофа произошла возле села Подстепки Ставропольского района. Разбился легкомоторный самолет Як-55. Его пилотировал мужчина, 1970 года рождения. Он уже был владельцем самолета, по сообщению транспортной прокуратуры. Полет проводился без разрешения соответствующих служб. От падения самолета никто из посторонних не пострадал. Разрушений нет. Погиб только пилот. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. В Сызранском районе обнаружен схрон оружия. Изъято два автомата Калашникова, пистолет Токарева, две гранаты, обрез ружья, около 200 патронов различного калибра. Оружие, вероятно, принадлежало одной из организованных преступных группировок. В настоящее время у ФСБ России по Самарской области устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к незаконному обороту перечисленного оружия и боеприпасов. Проводится исследование изъятого для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Минздрав предложил тестировать работников на употребление алкоголя и табака. Для проверки сотрудников можно использовать алкотестер, определяющий алкогольное опьянение по выдыхаемому воздуху. Проверки персонала могут быть как плановыми, так и случайными, а также при подозрении на опьянение при несчастных случаях и повторные. Также предполагается проводить скрининг сотрудников на употребление табака, организовать помощь в отказе от курения, возможно, включить ее в пакет ДМС для отказа от курения. Большего числа сотрудников предлагается ввести систему штрафов и поощрений. Также в рекомендациях советуют отказаться от курилок внутри зданий, вынести их на расстоянии не ближе 15 метров от входа. Кроме того, Минздрав считает необходимым выявлять и сотрудников с недостаточным уровнем физической активности, стимулировать их заниматься спортом, организовывать бесплатную или частичную оплату занятий. Задумались в Министерстве о психологическом состоянии сотрудников. Предлагается организовать открытые встречи с руководством для обсуждения мер по созданию благоприятной психоэмоциональной обстановки в коллективе. Православный отмечает преображение Господне. Это важнейший праздник, известный в народе также как Яблочный Спас. Он посвящен событиям, во время которых, согласно Библии, ученики Иисуса Христа, Петр, Иаков и Иоанн, увидели его преображение. Тогда, по пути в Галилею, во время молитвы, на горе Иисус предстал перед апостолами в божественном облике, в светлых одеждах, окруженной сиянием. Чудо сопровождалось появлением ветхозаветных пророков Моисея и Ильи. Преображение Господне отмечается в разгар Успенского поста. Он короче великого, но такой же строгий. Верующим нельзя есть мясо, молоко и рыбу. Однако в этот день делается исключение в отношении рыбных продуктов. В церквях в праздник традиционно освещают фрукты, новые урожаи, в особенности виноград, яблоки и персики. Отточенные движения, пластика и красота. Самарский ансамбль «Грация» в полную силу готовится к всероссийским соревнованиям, танцевальных коллективов. Занятия проводятся на базе детского лагеря отдыха. Как идут каждодневные тренировки и насколько это сложно и красиво. Современный танец. Расскажем в следующем сюжете. Репетиции по несколько часов в день. Оттачивание каждого движения, чтобы потом на сцене все было красиво, пластично и вызывало у зрителя восхищение. Так идет подготовка народного ансамбля эстрадного танца «Грация» к всероссийскому конкурсу, который пройдет в сентябре во Владимире. Тренировки в зале и на свежем воздухе, в детском лагере отдыха. Профессиональное занятие танцами – это пластика, грация и красота. Но чтобы их достичь, нужен тяжелый каждодневный труд. Это для тех, у кого танец – состояние души. Танцы – это мое, и я чувствую танец. Я живу танцем, и без этого я никак не могу. Вот у вас в ансамбле репертуар разный. Есть народный, есть современный. Тебе что больше нравится? Также у нас есть эстрадный танец, и вот мне больше нравится эстрадный и современный. Почему? Ну, для меня эти стили ближе всего. Ими я кайфую, когда танцую эти танцы, эту стилизацию, этот стиль. В Грации занимаются как совсем юные участницы от 3-4 лет, так и девушки постарше. Ансамблю уже 23 года, и некоторые бывшие его воспитанницы приводят сюда уже своих детей. Грация – многократный призер различных конкурсов, в том числе самых престижных. В этом году самарский коллектив получил награду на высшем уровне. В Дельфийских играх во Всероссийских мы участвуем уже третий раз. Дважды мы становились серебряными призерами, в этот раз мы стали бронзовыми призерами. Эта награда для нас очень значима. С этого года, к счастью, на Дельфийских играх все коллективы, которые получили призовые места, они награждены грантами. По итогам Дельфийских игр победителям и призерам были вручены премии для поддержки талантливой молодежи за счет средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. В Грации решили, что используют эти средства для поездок на конкурсы, а также для установки специального современного покрытия в зале, где проводятся занятия. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. Долгожданная победа. Крылья Совета в гостях обыграли Екатеринбургский Урал. Перед началом встречи чествовали экипаж самолета А321, который совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье. Были вручены подарки. Футболисты обеих команд сделали с героями общую фотографию, а командир воздушного судна Дамир Юсупов нанес первый символический удар по мячу, открыв матч Урал-Крылья Совета. Самарцы открыли счет на 28-й минуте. Дмитрий Кабутов блестяще обыграл двух игроков, хозяев поля и сделал передачу на раю. Телков точно пробивший под Перекладину. В итоге 3-1. Убедительная победа Крыльев Совета в Екатеринбурге. Таким образом, и в продолжение темы, баскетбольный клуб Самарага начал подготовку к новому сезону. Рулевому Волжану Игорю Грачеву удалось сохранить костяк команды. Нынешняя предсезонка будет заметно отличаться от той, что Самара проходила в последние годы. Практически все сборы команда проведет в родном городе, отказавшись от привычной уже поездки в Прибалтику. В планах участие в представительном турнире в Ярославле и серии товарищеских матчей. И, конечно же, традиционный турнир памяти Приматова, который запланирован на 1-3 октября. О задачах на предстоящий сезон пока не говорится. Но, судя по всему, вновь в планах исключительно золото российской Суперлиги. В начале рабочей недели синоптики обещают Самарцам до плюс 35 градусов. Местами возможен небольшой дождь. Гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. К ночи станет прохладнее до плюс 17 градусов. Во вторник синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 34 градусов. Ночью ветер сменится на северо-западный и будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 16-21 градус. В среду вновь переменная облачность без существенных осадков. Ветер сохранит скорость и направление. Температура воздуха 26-31 градусов. У меня же на этом все. Далее еще немного информации и прогноз погоды. Интересные новости программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Новости СТВ можно увидеть в соцсетях на сайте и на канале СК-24 ежедневно в 20.30. Телеканал СК-24 теперь еще и на Яндекс.ТВ и на Пирс.ТВ. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Сама природа дарит здоровье исключительно живой и натуральный продукт. АПЛ – это не бат и не лекарство. Карамель, в которой таится сила. Разработанная компанией АПЛ. Формула с натуральными экстрактами фруктов и ягод делает продукцию приятной на вкус. Перед которым вы не устоите. В Самаре открылся офис компании АПЛ. Тысячелетиями люди лечились природными средствами. Растениями, листочками, корешочками, плодами всевозможных растений, деревьев. И поправляли свое здоровье для того, чтобы жить долго и счастливо. Наш продукт уникальный. И уникальность его в том, что это очень удобно, это быстро и это вкусно. Как и любой другой человек, я пришла только на свой собственный результат. Были серьезные проблемы с суставами. Буквально две недели пользования этой продукцией. И я получила хороший результат. Продукция сделана на основе инновационных технологий. Не содержит вредных, в том числе генетически модифицированных продуктов. На самом простом языке это берут клетку растения. То есть это наноуровень. И дрожжи, патока является транспортным средством для этой клеточки. То есть как носитель. На него сажается с помощью высокотехнологичного оборудования. Это клеточки растений. И при рассасывании непосредственно через 17 секунд эта клеточка растений попадает прямо в клетку. И за счет целебной силы растения, за счет натуральности происходит правильный метаболизм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова